Привет всем! Сегодняшнее видео будет о моем опыте создания перманентного макияжа на лице. Я сделала брови не так давно, но уже все зажило, уже я к ним привыкла и могу что-то по этому поводу сказать. Значит, сейчас у меня на бровях ничего нет, они никак не накрашены, ничего с ним не сделаны. Единственные причесы, вот они такие есть, они достаточно яркие, но не такие яркие, как были в начале. Расскажу все по порядку. Значит, делала я брови в Риге у местного мастера, мастера зовут Наталья. Если кто-то есть из Риги и кто-то меня смотрит и захочет тоже посмотреть работу этого мастера, специализация, пишите, я оставлю ее, дам вам ее в Фейсбук. Значит, почему вообще, начнем с того, почему меня сподвигло, что меня сподвигло делать брови? У меня брови от природы не какие-то там лысоватые, не редкие, они достаточно густые, но у них нет, ну вот такой четкости, что ли, да? Вот сейчас у меня брови четкие, ровные, такие, какие они должны быть, да? У моих природных бровей такой четкости нет, их нужно постоянно прорисовывать, подрисовывать, подщипнуть и так далее, и так далее, и так далее. Перманентный макияж решает проблему вообще какого-либо создания бровей, да? Потому что я проснулась, все, у меня есть брови. Причесал, если нужно, совсем яркие, можно, конечно же, сверху еще прокрасить, но в принципе сейчас они у меня такие нормальные, средние, подходящие моему ненамакияжному лицу. Долго я думала, решала, сейчас есть, да, микроблейдинг техника, типа ручное шформирование, что-то такое. Есть волосковая техника и полное заполнение. У меня полное заполнение. Я просила, спрашивала мастера, может быть, стоит сделать волосковую технику, она это тоже делает. Она сказала, что в моем случае, чтобы вот получить вот эту четкость и яркость, лучше сделать полное заполнение. У меня не яркий оттенок, я не скажу, как он называется, но такой какой-то коричневатый. Вот, соответственно, как это все дело проходит, вы приходите, сначала вам мастер рисует карандашом до тех пор, пока вы не говорите «да». Мне это нравится, я хочу так. Потом вы вместе выбираете цвет, вы пытаетесь объяснить мастеру, что вы хотите, как это ярко должно быть, как это должно быть четко, где светлее, где темнее и так далее. Потом, соответственно, вы ложитесь и сначала вам мастер процарапывает этой машинкой брови, саму вот эту форму процарапывает, силуэт, как бы черновик делает. И если вы большая трусиха и вам страшно, больно и так далее, то вам сначала могут нанести анестезию местную, да, кремом, подождать. Нужно будет минут 10-15 и потом, соответственно, будут вам делать этот силуэт. Если вы не такая трусиха, то вам сделают силуэт, потом нанесут анестезию и потом уже будут колоть сам цвет. Я оказалась не трусиха, мне сначала просто прокололи этот контур, как бы, да, и потом она начала заполнять. Все вместе занимает где-то около часа приблизительно, чуть меньше мне это заняло. Периодически она просит встать и подойти к зеркалу, посмотреть, так ли, не так ли. И вы там, соответственно, корректируете там побольше, поменьше, поярче, подлиннее, покороче и так далее. В конце, собственно, когда вам все сделали, вы говорите, да, окей, меня все это устраивает, все. Хорошо. Больно ли это? Ну, на мой взгляд, не больно. Ну, то есть, чем ближе игла подходит сюда к глазу, тем, конечно же, больнее. Но это не такая, это не боль, это неприятные ощущения, да. Это, ну, такое покалывание, как будто иголкой царапают. Вот примерно какие-то такие ощущения. Ну, то есть, я лежала спокойно, да, это неприятно, но, ну, как бы терпимо, нормально, и ничего страшного в этом нет. Но, опять-таки, у всех людей свои отношения. Меня единственное смущало, когда я шла, то, что мне будут каким-то аппаратиком возиться возле глаз. Меня это немножко так пугает. Ну, ничего, как я нормально так это все перенесла. А потом, значит, уход не мыть, не тереть, вообще просто не трогать их, не трогать, не загорать, не стараться не потеть бровями, да. В течение двух-трех недель максимально их не трогать. Где-то через третий день у меня начала сходить корочка. Просто вот все вот это вот шелушки такие сходят на протяжении всей длины, где есть краска. Это сходят такие шелушки, и, в принципе, расчесывая брови щеточкой, они вываливаются, эти шелушки. Ну, выглядит так себе, особенно, когда момент, когда часть брови еще такая яркая с этими корочками, вторая часть уже потеряла корочки, поредела. Ну, как бы, вот как-то так. Ничего с этим не поделаешь. Ну, у меня через неделю полностью сошли все корочки, и брови вот стали такие, какие они есть. Ну, какие-то это неудобства создает. Но, в принципе, если никто не будет вам вблизи вот так вот вглядываться в вас, да, никто и не заметит, что у вас там что-то происходит. Вся эта радость обошлась мне в 170 евро. Ну, Гориги — это такая средняя цена. Как бы есть дешевле, есть дороже, естественно. Я очень долго, давно это хотел, я очень долго искала мастера, ковырялась на всяких сайтах, объявлений, на фейсбуке спрашивала у знакомых и так далее. Этого мастера я выбрала потому, что я знаю несколько девочек, которые ходили. Я видела результат после процедуры, я знала, что, в принципе, ничего ужасного не будет, да. И, в принципе, так и случилось, ничего ужасного нет, у меня все устраивает. Единственное, я пойду еще на коррекцию. Я хочу здесь немножечко сделать потемнее, потому что если вблизи смотреть, там видно такая небольшая проплешина есть. И мастер сказал, что на жирную пористую кожу, как у меня, краска ложится немножко хуже, с этим надо считаться. И держится это все будет приблизительно до года. И то есть со временем просто это вымывается, как бы, да, становится светлее, светлее, светлее. Ну и потом, соответственно, ты или это все возобновляешь, или не возобновляешь. Я не знаю, буду ли я это возобновлять или нет. Пока мне нравится, я буду смотреть, как со временем это меняется, как происходит. И мой, в принципе, совет, если вы очень хотите, но боитесь, я советую сделать, потому что в этом нет ничего страшного, но выбирайте хорошего мастера, потому что если вам сделать вот такие черные треугольники ужасные, то, конечно, это все лазером можно вывести, но мы же не делаем для того, чтобы пойти потом это вывести, да, мы это делаем для того, чтобы, ну, чтобы самим себе казаться красивее, наверное, где-то так. Вот. Я, в общем и целом, довольна этим опытом, и все мне, все мне нравится. И спасибо за внимание, до новых-новых встреч, пока-пока-пока. Только что я вышла от мастера по перманентному макияжу. Вот мои брови, вот такие вот они. Я очень долго решалась, думала, даже не решалась, я очень долго хотела и думала сделать себе брови, но все время было страшно. И, в общем, в какой-то момент я поняла, что я действительно уже несколько лет хочу это сделать, и, собственно, думаю, сколько можно откладывать. Вот так вот это выглядит. Вблизи. Что могу сказать по ощущениям? Это больно. Мне делались анестезии. Как обычно, наверное, делать с анестезией? Ну, тут местная анестезия, Маська, да? Так, сейчас повернем. Больно. Да, я не буду врать, больно, но терпимо. Ну, то есть, опять-таки, конечно же, для каждого это, ну, индивидуально очень, да, у всех там своя переносимость или непереносимость боли, вот, ну, мне было нормально, ну, как бы, было больно, да, слезы опять упали, слезы текли, было, было больно, слезы текли, но, ну, ну, так, это терпимо. По времени это заняло где-то час, чуть больше. Если кого-то из Риги интересуют контакты мастера, я оставлю контакты мастера, ну, напишите в комментариях, я тогда оставлю. В принципе, я очень долго решалась, как я уже сказала, да, и в какой-то момент я решила, что всё надо. Я искала очень много, просмотрела кучу-кучу фотографий, потом я услышала очень много отзывов по поводу вот этого мастера, потом я среди своих знакомых-знакомых раскопала девушку, которая у неё была, собственно говоря, встретилась с этой девушкой, не поленилась и посмотрела, как это выглядит вживую. У той девушки, с которой я встречалась, у неё брови, губы и стрелочки, всё сделано этим мастером, и она была совершенно довольна. И, в принципе, я могу сказать, что да, я не знаю, естественно, как это всё будет потом, я буду снимать, как это будет выглядеть в процессе, как там будут корочки отваливаться и всё такое, но, в принципе, сейчас самим мастером, как всё происходило, я довольна. Она очень много спрашивала, как там мне нравится, не нравится, сделать, переделать, очень любезно и вежливо отвечала на все мои дурацкие вопросы, объясняла очень хорошо всё. Ну, как бы я очень довольна. Да, это она. Я очень-очень довольна. И, конечно, сейчас, когда я без макияжа и такая бледная, это выглядит диковато. Но они должны стать чуть уже. Да, они должны стать чуть уже и не такие яркие. Да, то есть мастер сказал, что через... И то, что я читала обо всём этом деле, через три приблизительно недели должно стать так, как должно стать. И через месяц нужно прийти на коррекцию. Вот. И посмотреть, собственно, что там надо будет, где как сделать, переделать и так далее. Вот сегодня следующий день после перманента. Пермамента. Пермамента. Пермамент. Вот, при естественном свете вот так это всё выглядит. Ну, выглядит, конечно, всё ещё ярко. И знаете, в чём прикол? Моя мама вчера вообще не заметила, что что-то произошло. Сколько с нами сейчас живёт свекровь. Свекровь только на утро заметила, что что-то не так. Сказала, что думала, что вчера я накрашенная просто так. А сегодня утром она поняла, что я встала, и я уже накрашенная. Значит, я не накрашенная, что-то сделала. Так что вот так вот. Субтитры сделал DimaTorzok.